всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня прежде чем я сделаю расклад хочу поблагодарить кое-кого а более конкретно это ирина рифтова если я ирочка есть я правильно называю вашу фамилию вообще на самом деле я хотел поблагодарить ее несколько раскладов назад вот почему объясню я подписана на канал центр алхимия и вы знаете что я очень часто говорю про веронику никитенко который я уважаю как мастером не очень она близка и созвучно и ее канал вот и я часто часто почти каждый ее расклад я смотрю вот у меня есть такая привычка я читаю комментарии да иногда я вот попадаю на коллег и мне просто интересно посмотреть что люди пишут вообще реакция торолога многие вообще как-то не не отвечают даже не ставят какой-то смайлик вообще никак не реагирует причем люди у которых на канале больше 200 тысяч вот что меня удивляет ну окей каждого свое мнение вот и каждая своя пати у каждого своя позиция и вот недавно я зашла на один из раскладов и увидела комментарии ирины где безусловно она благодарила торолога за расклад и это вот прям классно супер я люблю когда люди благодарны и значит в ее комментарии она пишет следующим образом значит я узнала о вас из рекомендации другого мощного торолога который назвала вас лучшим на ю тубе пространство как тут было не подписаться я согласна с ней здесь речь шла обо мне то есть ирина рассказала веронике о том что они она узнала через меня вообще нет очень очень понравилось как-то лестно не только потому что она назвала меня там не знаю мощным торологом а просто потому что человек здесь комментарии про это не написано но у нее ниже был другой комментарий где она написала что человек который вас рекомендовал это вот или не амана тяду она очень нравится по ее рекомендации в основном то есть она сказала кто это это не мои догадки я вот я ее за это хочу поблагодарить почему объясню потому что я очень часто рекомендую не знаю книги людей все возможные тренинги и вебинары что когда-то проходило либо каких-то своих коллекторологов которые мне нравятся и самое интересное что когда я кого-то рекомендую да я очень вижу часто в комментариях под роликами этих коллег комментарии тех людей которые подписаны на меня да и они комментируют вот и я не видела чтобы кто-то как-то вот так ранее говорил о том что вы знаете ваш канал допустим не пока порекомендовала элени вот и именно вот такая позиция мне как-то за низкая чисто по-человечески стало очень неприятно конечно безусловно лестно что вот человек сказал что знаете мне вас порекомендовали и причем кто порекомендовал это было очень приятно не знаю как-то вот по-человечески я это для себя выделила Поэтому думаю, в следующем раскладе, ну это было два расклада назад, когда я увидела этот комментарий, очень хотела отметить Ирину за такой шаг, за такой поступок, я ей очень благодарна. Также я хочу поблагодарить спонсоров, вот, из-за того, что в последнее время я не видела такой, знаете, вот прям потребности, что ли, спонсоров второго уровня просматривать расклады, не знаю, может быть люди устали от проработок, да может быть у меня просто канал такой достаточно серьезный, я поняла, что пока я приостановлю. Плюс ко всему мне не хватает психологических своих каких-то ресурсов для того, чтобы записывать расклады для спонсоров. Вот, просто я не люблю сливать свою энергию, когда она не востребована, ну в принципе мне кажется это достаточно логично. Вот, но при этом ресурсов и спонсоров первого уровня, да, когда человек, который подписывается, он получает какой-то некий такой значок, да, определенного цвета, вот, и он выделяется. Но здесь такая фишка, что этот человек должен что-то написать в комментариях под роликом, чтобы я его заметила. Вот, и я увидела недавно, что да, есть два новых спонсора, да, которые оплатили месячную подписку, и вот в эту подписку входит как раз таки отмечание их значком, и на эти комментарии я вот отвечаю в первую очередь. Иногда я их даже прикрепляю. Я благодарна вам этим спонсорам, да, за их подписку, тоже хочется отметить. Иногда, знаете, случаются какие-то просто вещи, и в моменте, да, я благодарю, я отмечаю, а потом, когда надо вот сказать вот так вот на публику, я как-то забываю. Поэтому сейчас решила воспользоваться этой возможностью. Так, ну и, конечно же, вас всех абсолютно без исключения благодарю за ваши лайки, за то, что комментируете, за то, что остаетесь со мной. Я всегда отдаю себе отчет в том, что мой канал сложный, вот, он слишком замороченный, так же, как и мои расклады, так же, как и я сама. Ну вот, если я буду записывать что-то другое, я пойду поперек себя, поскольку это не входит в мои принципы и в мои, так скажем, правила, да. Отдаю себе отчет в том, что вот на канале будут те люди, да, которым мои расклады нужны. Вот, это вот контекст того, что многие пишут, что, а почему так мало подписчиков? Ну, потому что тематика такая. Вот, хорошо. А что мы с вами сегодня будем смотреть? Ну, во-первых, наверное, вначале вы видели, да, что я вытащила колоду Матхаус, то есть старого сумасшедшего дома. Вот, и смотреть мы с вами будем расклад, который называется «Какой архетип?» либо «Какая роль подарит вам рост?» Недавно я делала расклад на тему архетипов, да, только, по-моему, там он был на одну позицию. Я взяла оттуда вот этот вот вопрос и решила сделать отдельный расклад, такой достаточно коротенький. Мы посмотрим с вами, вот какая роль поможет вам в вашем росте. Я просто, у меня, знаете, в голове сейчас крутится комментарий одной подписчицы, которая писала, «А я не хочу развиваться». Вот, вы знаете, на самом деле это уже хорошо, да, почему? Потому что человек истин и искренен, да, в своем вот этом вот веровании, что мне не нужно развиваться. И это здорово, почему? Потому что человек четко отдает себе отчет в плане того, что он хочет, да. Вот, но для тех, кто хотят развиваться, смотрим. Итак, голубой, красный и зеленый камешек, вся информация обо мне есть в описании под каждым роликом по ссылке моей услуги. Каждый раз говорю, правда я говорю в начале, вот, а вступление не все смотрят. А потом мне прилетают такие очень интересные комментарии в плане того, что как с вами связаться, а как прийти на личный расклад и сколько это стоит и так далее. Вот, и я как обычно в недоуме, эмоциональный человек, я начинаю реагировать на это, да, в принципе. Я же говорю каждый раз, что нужно сделать, почему вы меня переспрашиваете. Ну, такова жизнь, ладно. Смотрим, позиция номер один, голубенькие камешек. Посмотрим, какой архетип подарит вам рост, единички. На данный момент архетип какой? Верховной жрицы, кто бы сомневался, да. Да, архетип Верховной жрицы, человека, который изучает мистические познания какие-то, да. Вот, роль, кстати, роль медика, да, тоже медика, психолога, если мы говорим о ролях. Так, роль человека, который, знаете, преодолевает какие-то темные ночи своей души, вот, и через это растет. То есть роль человека, который сталкивается с какими-то трудностями на своем пути, понимает, осознает их и двигается дальше. И здесь, знаете, даже не обязательно копаться в себе, а здесь необходимая полная вера, вот, я не знаю, высшие силы, в демиурга, то есть кто во что верит. Потому что темная ночь души, она, когда наступает в жизни каждого человека, ты никого не видишь, ты ничего не видишь, вокруг тебя тьма, вокруг тебя эта мгла, вот, и нету, ты не видишь руки помощи, ни от кого. И только внутри тебя есть вот этот какой-то внутренний свет, который указывает тебе в нужном направлении. Но тут встает вот эта вот проверка, а действительно ли это свет. Либо это какое-то заблуждение, и тебя выведут не туда, куда надо. И с точки зрения мистицизма, вот этот вот путь, да, эта ночь, она длится три ночи, да, как ни странно. Вот, только тот, кто основывается на безусловной вере, вот, только тот сможет ее пройти. Поэтому роль человека, такого достаточно стойкого, который верит, вот, безоговорочно во что-то. И если ты в это веришь, ты обязательно придешь к своему свету. То есть на своем пути познания, если вы будете верить во что-то, то, что вас согревает, то, что вас обогащает, то, что вас делает лучше, то любые трудности, какие бы ни были на вашем пути, вы их пройдете, потому что у вас будет за что зацепиться. Здесь однозначно роль человека мудрого, человека, который видит, знаете, сквозь завесы, хочется сказать, человек, который погружен в какие-то тайны, человек ведущий. И такой вот очень, не знаю, чистый, чистый в душе, да, высокоморальный, нравственный какой-то, да, потому что все-таки Верховная Жрица – это архетип невидности, чистоты, да, так как божественная невеста. Вот, а для того, чтобы она была божественной невестой, она должна была ему подстать быть, то есть такой же чистой. И плюс второй архетип Верховной Жрицы – это божественная мать, та, которая принимает абсолютно всех людей, да, то есть для нее дети – это абсолютно все люди. То есть когда ты находишь принятие тех людей с их какими-то недостатками, с их какими-то, я не знаю, исключениями, отклонениями, неважно, то есть умение принимать без какой-то оценки – это очень сложный архетип и очень сложный путь, сразу скажу, потому что обычно мы видим Верховную Жрицу и говорим, о, мистика, да, там, метафизика – это то, чем я изучаю, занимаюсь, да. На самом деле это не всегда так, потому что в теории-то это все прекрасно, а ты попробуй на практике, когда ты идешь по дороге и на улице лужи приезжает там очень аккуратный такой шофер на своей машине, и ты в этой грязи из этой лужи, да, тебя облили. Попробуй именно в этот момент принять этого человека и не эмоционировать, не реагировать. Это вот прямо очень такой высокий-высокий уровень на самом деле. Либо когда твой ребенок, я не знаю, после долгих ночей, особенно когда дети грудные, либо когда дети болеют, капризничают, и ты вот в такой бессоннице находишься, да, измотан физически, тебе каждую ночь надо вставать к этому ребенку, там, кормить, плюс ко всему другие обязанности. И наступает такой момент, когда ты чисто эмоционально очень истощен, и в этот момент всегда происходит какой-то случай, либо какая-то ситуация, когда ты срываешься. Вот Верховная Жрица как раз-таки тот архетип, который говорит, невзирая на то, что происходит, ты должен принимать. Принимать ситуацию, да, находиться вот в каком-то своем внутреннем балансе, внутренней гармонии, понимании, как все устроено. Это тот уровень, по крайней мере, на древо жизни, первую ночь, когда душа проходит, это по аркану умеренности, когда мы научаемся управлять своими эмоциями. А вот аркан Верховной Жрицы, согласно древу жизни, как раз-таки говорит о том, что человек научается управлять своими мыслями, не останавливать этот диалог, а именно управлять. То есть мысли не владеют. Он достигает такого высокого уровня, когда мысли неподвластны ему. Почему? Потому что неподвластны в плане не влияют на него. Почему? Потому что когда человек сфокусировано на чем-то, он в этот момент не думает. Попробуйте сфокусироваться, я не знаю, вы рисуете какую-то картину, да, и вы полностью в этом деле. Вот эти краски, да, то есть вы настолько включены, что вы забываете, происходит какое-то некое такое забвение, и у вас нет вот этого мыслительного процесса. И на самом деле это очень такой высокий уровень мастерства. И здесь, когда вы, хочется сказать, действительно управляете своими выслями, то есть вы понимаете, что вы их притягиваете, иногда вы понимаете, что вы их сами и порождаете. То есть есть разные варианты мыслительных процессов. Некоторые мы притягиваем, а некоторые мы и порождаем. И вот здесь вот этот вот высокий такой архетип, именно качество архетипа верховной жрицы, да, чистоты, самое главное, в своих намерениях, в своих побуждениях, в своих поступках. Бесконечная любовь, безграничная любовь, доверие, вера в самое лучшее, в самое светлое, это то, что поможет вам в вашем росте. То есть когда вы, знаете, не оцениваете, здесь вот именно безоценочная какая-то позиция, потому что верховная жрица, да, на древо жизни, она как раз-таки находится между двух колонн, да, темной и светлой, добра и зла. И ее путь как раз-таки находится посередине, то есть она находится в равновесии. Здесь в аркане как раз-таки мы видим, да, голая ее часть и одетая ее часть. То есть человека, который находится в балансе. А прийти к балансу, когда ты сам с собой наедине, очень легко, но когда ты находишься в обществе, да, пребывать в этом балансе очень сложно. И поэтому вот это вот мастерство, это навык, который мы всю свою жизнь приобретаем, да, это вот всю свою жизнь над этим работаем. Ну давайте я еще вытащу, посмотрим, что нам покажет еще, может быть, какой-нибудь архетип, который подарит вам рост. Так, это у нас семерка. Семерка монет тоже в этой колоде, да, она такая очень интересная трактовка. Она говорит здесь о том, что сумасшедший посадил денежное дерево, да, поливает его, ухаживает за ним для того, чтобы оно выросло. Очень напоминает фильм про Буратину, да, который закопал свои денежки, да, там что-то зашитал для того, чтобы выросло денежное дерево. Здесь можно это трактовать по-разному. С одной стороны, рост ваш присутствует в том случае, когда вы прекращаете, придумая того, чего нет. Ну нереально, да, то есть посадить денежки и вот засунуть палку, да, какую-то веточку от дерева и сказать, что вот это дерево, и оно будет давать финансы. Да, то есть прекратить жить в каких-то иллюзиях, прекратить делать то, что бессмысленно, то, что не даст каких-то плодов. То есть не надо... Смотрите, здесь я говорила про веру, а с другой стороны я говорю о том, что вера, она тоже должна быть разумной, да, то есть невозможно. Мы, опять-таки, знаете, когда я говорю невозможно, я все время себя как-то сдерживаю. Почему? Потому что если я этого не видела, это не факт, что такого нет. Возможно, где-то на другом уровне, в других мирах присутствуют денежные деревья в плане того, что люди научились как-то материализовать то, что они себе представляют. То есть если я этого не имею, я не говорю о том, что такое не может быть. Но в большинстве своем на том уровне, к которому мы сейчас находимся, да, смотреть надо реально на жизнь и понимать, что, ну, бессмысленно что-то делать. Не знаю, бессмысленно заводить отношения с человеком, который изначально тебе говорит, я хочу свободных, то есть я не хочу, там, я не знаю, брака, я не хочу ответственности, потому что я тебе... Я не готов тебе это дать. И почему-то у нас возникает вот эта вот иллюзия, что, а я, ну, вдруг со временем он меня полюбит, вдруг со временем он мне даст то, что мне нужно. Ну, как такое может быть? Если человек изначально говорит, что я не хочу, как он может поменяться? Что должно повлиять такого, я не знаю, на человека, чтобы он так сильно изменился и неожиданно захотел этого? Я не исключаю, но это вот будет очень маленький-маленький какой-то такой процент. То есть вот, может быть, не стоит себя обманывать. Я бы так сказала, что этот аркан здесь говорит о том, что прекратите себя обманывать, прекратите вкладывать то, что не дает вам результаты, прекратите верить в какие-то иллюзии, да? То есть, не знаю, как-то быть более заземленным, что ли, реальным в этом мире. Ну, конечно же, луна, да? Куда без мистики? Куда без мистики? Вам помогает расти ваша интуиция, да? Ваши предчувствия, ваши страхи, да? Когда вы преодолеваете эти страхи, когда вы сталкиваетесь с ним лицом. Причем здесь так интересно, есть человек, который погряз, вот здесь, как песок, да? То есть одна голова и руки торчат. И луна светит, да? И на заднем плане у нас тоже луна и рак здесь. Причем под луной, в свете луны, у нас здесь всплывает рак. Вот когда мы бросаем свет на свои страхи, да? То есть когда нас ведет наша интуиция, преодолевая свои страхи, это то, что помогает нам расти. То есть свет. Что нам помогает? Это свет, да? Но для того, чтобы прийти к этому свету, надо увидеть, где есть тьма. А для этого нам свет как раз-таки и нужен, чтобы он нам подсветил, что есть вокруг нас. Потому что мы не видим, если бы не было этого света, мы бы этого рака тоже не увидели. То есть рак, здесь даже не рак, а как она правильно называется, креветка, да? Или как там морепродукт. То есть здесь то, что, креветка, по-моему, да? То, что пятится назад. Вот вам не нужно пятиться назад из-за того, что вы что-то боитесь. Вам нужно, наоборот, идти в сторону ваших страхов, рассматривать их. Как-то взаимодействовать. Почему здесь еще, смотрите, так интересно. Если посмотреть, то, как расположены руки вот этой вот креветки рака, не знаю что, и как человека, они очень похожи. То есть, по сути, вы и есть этот страх. То, чем вы, то, что вы боитесь, это и есть вы. Вы и есть тот самый страх. И если вы это увидите в себе, да? То есть не только в плане психологии, что вот страхи внутри нас живут, да? А вот когда вы поймете, что вот эти вот демоны, вот эти вот, я не знаю, тревоги, какое-то беспокойство, это то, что есть вы, это составляет вашу жизнь. Вот просто задумайтесь над этим, что вот, а что будет, если вы высветите все эти страхи? Ведь они есть не потому, что они есть во внешнем мире, они есть потому, что они есть внутри вас. И вы видите во всем вот эти вот свои страхи. То есть вы, как это, вор-вора видят издалека. А ваши страхи видят те страхи, которые есть внутри вас. Те демоны, которые живут в вас и которые вас одолевают. Может быть, пришло время как-то вот их подсветить. Для того, чтобы они стали заметными, чтобы вы смогли с ними справиться, для того, чтобы вы смогли расти. То есть здесь прекратите быть в иллюзиях, прекратите скрываться от своих демонов. Верьте в себя, будьте чисты в своей душе, в своих намерениях. И это то, что даст вам причем очень большой рост. Здесь потенциал у людей достаточно высокий. Здесь души старые, которые очень много прожили, и вы способны этому. Мне кажется, здесь для вас это даже будет и легко. То есть какие бы трудности, невзгоды не были в вашей жизни, вы их все равно преодолеваете. То ли по привычке уже, что надо все время сражаться, и у вас уже какой-то автоматизм выработался, что вы уже всегда победители. Потому что привыкли, уже кажется, по-другому никак не можете. Так, вот такая у меня была первая позиция. Я отодвину. Позиция номер два. Красненький камешек, двоечки. Смотрим вас. Какой архетип подарит вам рост, какой архетип. Так, Курт Дежебеллен, да, король, король кубков у нас здесь выпадает. Человек тоже такой, знаете, очень интересный. Тот, который придумал, когда в него никто не верил, придумал свою колоду Таро, да, на основе каких-то находок из прошлого, каких-то отдельных карт. Не целой колодой, а вот именно на основе каких-то отдельных карт. То есть, какой архетип? Архетип человека, такого, знаете, мягкого, понимающего. Король кубков, это вот очень хороший интуит, психолог, но то, что мало знает о короле, о короле кубков, это, как ни странно, что этот человек может отказываться от своих эмоций. Будучи мастером эмоций, он отказывается от тех эмоций, которые ему уже не нужны, которые уже отжили себя. Он может в силу того, что он управляет вот этим своими состояниями, он понимает их причину, и если он осознает, что ему это уже не нужно, он отсекает любую свою эмоцию. У него есть сила на это. Архетип человек, как я уже сказала, психолога, человека, который умеет создавать такую атмосферу, в которой очень приятно, комфортно. Король кубков это огненная часть воды. Это, если мы говорим о природе, такой феномен, это как горячие источники. Насколько приятно такая вот обстановка обволакивающая, когда ты погружаешься в горячий источник, особенно, когда вокруг во всей природе зима, а источник он прям кипит, эти вот пары, и ты такой красный весь, как рак, расслабился, тебе хорошо, тебе не холодно, это вот так вот приятно, очень расслабляет. Вот это вот одно, еще одно из свойств короля кубков, когда ты умеешь подогревать, когда ты можешь включать свои эмоции по необходимости, они могут бурлить, кипеть, либо остывать. Поэтому, все, что связано с эмоциями, это тот архетип, который поможет вам расти. То есть, вы очень эмоциональный человек, и через свои эмоции, через свои переживания, состояние, вы растете. Что еще вам помогает в вашем росте? Ну, вот тройка мечей. Тоже интересные. Вообще, я люблю колоду Таро Сумасшедшего дома, у нее столько психических каких-то состояний очень знакомых. Значит, мы здесь видим женщину, которая разбила свою любимую чашку, и для нее вот эта трагедия. То есть, она настолько берегла, эта чашка была не простая чашка, эта чашка была подарена ей любимым человеком. Для нее вот эта вот трагедия, как будто бы, то есть, она настолько привязывается к этому предмету, она настолько придает значение ему, что когда происходит вот эта вот утрата, для нее это конец смысла, конец жизни, то есть, а что потом? То есть, это вот нету, знаете, какая-то вот не совсем здоровая привязанность к ситуации, к человеку, каким-то своим убеждением, да, к мнению, что если вдруг это разрушится, то есть, наступит некая такая башня внезапная, неожиданная, то человек теряет смысл, то есть, он наделяет смыслами то, что он любит, причем не просто смыслами для уважения, для благодарности, а именно к болезненной какой-то привязке, то есть, то, что кажется нам смешно, ну разбилась, чашка разбилась, для нее это вот прям трагедия, понимаете, и поэтому вы, как я уже сказала, через эмоции, да, вы начинаете растить, особенно если в этом есть какой-то трагизм, во-первых, вы через эти состояния выражаете свою артистичную такую натуру, да, харизматичную, вот прям некое такое актерское мастерство, в этом есть необходимость, да, это не наигранность, а вот в этом есть у вас какая-то такая потребность выражать себя через искусство, с другой стороны, когда нет такой возможности, вы проживаете вот прям по полной, где-то может быть себя даже и накручиваете, и однозначно здесь есть вот прям преувеличение значимости, да, потому что ваша природа это любовь, если вы не любите кого-то или что-то, для вас это вот прям трагизм, только иногда вы наделяете этой любовью не тех, кого нужно, либо не то, что нужно, и через какие-то болезненные ситуации, через расставание, через предательство, через вот этот вот драматизм, да, вы растете. Ну и последний аркан, архетипа, через который, ну вот солнышко, смотрите, какая прелесть, да, солнце, свет, солнце, свет, архетип человека, такого вот желтенького, да, как цыплёночек, маленький цыплёночек, человека счастливого, человека, не знаю, яркого какого-то, такого харизматичного, но здесь у меня идёт отсылка вот именно к ребёнку, к некой такой незрелости, через умение радоваться, да, через умение быть счастливым в каких-то мелочах, то есть смотрите, точно так же, как вы страдаете по мелочам, так же вы можете и радоваться по мелочам, человек с огромным энергетическим потенциалом, то есть вы абсолютно счастливы, не знаю, даже тем вещам, которые для какого-то, я не знаю, обычного человека, да, хочется сказать, для него это ничто, вы можете выйти и просто порадоваться солнышку, я не знаю, увидеть какую-нибудь гусеницу, и вам это покажется настолько замечательно, я не знаю, зашли в какой-нибудь канцелярский магазин или как это, канцтовар, канцтовар, не знаю, как правильно говорить, вот, увидели ручку, ручку шарик, она такая красивая, и вот вас это так порадовало, особенно если есть на этой ручке какие-нибудь там перышки, вот, если какой-нибудь там розового цвета, либо какие-нибудь бабочки, для вас это вот вызывает, ой, посмотри, посмотри, какая красота, то есть вы чисто такой, знаете, детской позиции, но с одной стороны, как и все в нашем мире, и присутствует некая такая дуальность, с одной стороны, это невинность и наивность, они позитивны для вас, потому что это то, что компенсирует весь этот романтизм ваш, ну, а с другой стороны, инфантилизм не облегчает вам жизнь, но при этом вы можете дарить радость другим людям, да, какие-то вот свою вот эту вот открытость, непосредственность, наивность, вот эту детскость, это то, что очень улыбает других людей, вот, и это на самом деле же очень приятно, когда есть в каждой компании какая-то своя звездочка, не похожая на других, и все как-то вот ее с одной стороны оберегают, с другой стороны, может быть, подсмеиваться над ее наивностью, но однозначно ты понимаешь, что вот обижать ее не хочется, то есть вот есть какой-то, какая-то такая уникальная звездочка, которую просто хочется охранять, вот, вот такой был архетип, и для вас двоечки, через это вы растете, ну и давайте посмотрим троечек, да, троечки, здравствуйте, напоминаю, что все мои услуги описаны по ссылке мои услуги под любым моим видео, и по выходным я провожу близконсультации, о которых пишу анонсы в разделе сообщества, на главной странице моего канала, вот, давайте смотрим вас, троечки, какой архетип подарит вам рост аркан смерти, серьезная, серьезная заявка, вот, а что мне там так далеко-то подвинуло, так, аркан смерти, да, серьезная, как я уже сказала, заявка, да, то есть архетип человека, который меняет сознание, меняет сознание, причем, смотрите, здесь так интересно, как рентген, да, то есть не просто скелеты, у него есть две части, да, темная, темная и светлая, то есть человек, который может видеть то, чего не видно, не знаю, какая-то вот потусторонний, какой-то мир, да, то есть ваш архетип видеть то, чего не видно невооруженным глазом, наверное, да, человек, который, не знаю, видит тьму, мне здесь почему-то такое идет, при этом какие-то теневые аспекты себя, я бы сказала, да, то есть то, что не проявлено, человек как будто бы может работать вот именно вот эта вот темная часть бессознательного, причем, смотрите, здесь так интересно, вот эта вот логическая часть, да, и она темная, а наша бессознательная и рациональная, это вот эта вот, и она светлая часть, то есть вы как будто бы больше имеете контакт с чем-то иррациональным, возможно, интуиция у вас ярко выражена, возможно, как-то через сны, в любом случае, какая-то связь с потусторонним миром у вас присутствует, еще какой архетип подарит вам рост, туз мечей, когда вы научитесь, знаете, винить не других, а как-то жить и принимать решения самостоятельно, здесь интересный смысл в этом аркане, значит, мы видим человека, который, здесь розы, во-первых, и у роз, ясное дело, есть шипы, да, здесь мы тоже видим розы, значит, сумасшедшему взбрело в голову зайти вот в этот лес с розами, либо этот парк с розами, ну, и каждому логическому человеку будет понятно, что когда ты проходишь между роз, у которых есть шипы, конечно, ты можешь пораниться, и вот здесь вот как будто бы такие очень интересные претензии высшим силам, да, здесь человек плачет, который поранил свой палец, да, то есть укололся розой, шипом, то есть за что ты, да, то есть я же иду к красивому, да, то есть роза, это же красота, я же к тебе типа с красотой, а ты вот меня поранил, то есть какая-то претензиозность за, я не знаю, за какие-то ваши необдуманные поступки, и здесь как будто бы вам вселенная хочет сказать, ну, прости, дорогой, у всего есть две стороны, да, две стороны медали, это вот непосредственно сам бутон, сам цветок и шипы, почему ты обращаешь внимание на шипы, вообще зачем ты поперся, хочется сказать, в этот парк, в этот лес, и если ты уже зашел, нужно быть внимательным, да, то есть почему ты сразу обратил внимание на то, что тебя как-то вот поранило, что ли, поэтому здесь вот этот архетип, он говорит о том, что как-то вот через какие-то раны, причем интересный момент, что вы сами себе здесь это придумываете, какой-то боль, какие-то раны, которые вы себе причиняете, вы как-то выборочно обращаете внимание непосредственно на цветок, и вот как-то осознанно закрываете глаза на шипы, вот здесь вот, ведь эта дуальность, она тоже у нас очень ярко, проявляет, да, я вот эту вот часть не вижу, а это вижу, здесь так же, да, то есть я обращаю внимание на стебель и на шипы, и, а я сюда зашел, типа для того, чтобы увидеть вот этот вот, ну, непосредственно бутон, цветок, то есть верхнюю часть розы, то есть я иду за этим, и я как-то осознанно закрываю глаза на то, что у розы есть шипы, велика вероятность, что они меня как-то вот проколят, проколят, поэтому какие претензии высшим силам, претензии именно к себе, то есть почему вы, не знаю, невнимательные, зачем вы вообще туда пошли, да, то есть вот как-то через это, то, что вы себе придумываете, да, у вас меняется сознание, то есть ваш архетип связан с тем, что нужно менять сознание, это может быть элементарно, это метафора, связана с тем, что вот находите какие-то практики, вам сразу надо на себе попробовать, то есть вы как будто бы не отдаете себе отчет в том, что эта практика вообще взята откуда-то, я не знаю, от левого какого-то человека, возможно с интернета, да, то есть вы не отдаете себе отчет, что это может быть опасно для вашей жизни, что вы можете куда-то ввязаться, непонятно, можете себе, я не знаю, там прицепить каких-то паразитов энергетических, ну вот куча всего, то есть вы как будто бы, здесь нельзя сказать, что это безответственность, либо это какая-то детская позиция, нет, вы как-то вот избирательно видите одно и не видите другое, и вот эти опыты, они вам как будто бы дают целостную картинку, то есть вот вы видите одну часть, когда начинаете в этом направлении двигаться, вы всегда столкнетесь с обратной стороной медали, и через обратную сторону вы получаете опыт, здесь как-то так, то есть есть люди, которые намеренно идут за опытом, а вы как-то вот в процессе сталкиваетесь с обратной стороной, то есть если бы вы прежде чем пошли, рассмотрели эту ситуацию, вы бы увидели, потому что вы умны, но вот вы как-то такое выбираете, какой еще архетип, и вам это дарит рост, понимаете, вы через это растете, и это хорошо, вот в этом-то и плюс, подарит вам рост, какой еще архетип, ну смотрите, серьезные у вас арканы выпадают, на самом деле, аркан суда, да, говорит о перерождении, также, да, то есть если смерть говорит о перерождении в вашем сознании, то суд говорит о перерождении вообще в вашей жизни, да, вот какое-то очищение, очищение, здесь ощущение того, потому что, я пошел, сделал какие-то практики, накосячил, потом пошел, нашел себе какого-то мастера, который бы меня очистил от тех практик, которые я сделал, чтобы накосячить, и вот в процессе очищения, до меня дошло, что надо мне заниматься тоже чистками, к примеру, да, и вот, то есть вот через какой-то вот этот вот путь, вы приходите к чему-то своему, да, и благодаря этому у вас происходит изменение в вашем сознании, Аркан Суда говорит о перерождении, об очищении, да, плюс ко всему он как раз-таки говорит о предназначении, когда человек доходит свое предназначение, начинает им заниматься, либо, если мы говорим про архетип, то этот архетип поможет вам, помогает вам расти тогда, когда вы соответствуете своим задачам, задачам вашей души, которые ставила на это воплощение, то есть когда вы начинаете делать то, что соответствует вашим задачам, как это понять, то есть если у человека есть какой-то дар, он от него отказывается, а здесь не нужно как-то вот пояснять, есть ли у меня дар или нет, те, у кого есть, он сразу это понимает, иногда бывает так, что я его не принимаю, боюсь, не хочу с этим связываться, был какой-то опыт, вот когда мы идем в этом направлении, да, именно то, что нам было дано, и соответствуем, тогда у нас идет еще больший рост, вот, что еще, архетип непосредственно семейного человека, у которого есть ценность, причем семья не в плане только родительской, либо созданной, но и в метафорической общности, да, когда я сопричастен, возможно, к какому-то, либо отношусь к какому-то эгрегору, да, то есть вот через какой-то эгрегор, не знаю, может быть это какое-то общество, да, может быть это эгрегор каких-то понятий, ценностей, может быть это какие-то ордена, не знаю, например, второй это тоже своего рода эгрегор, что значит эгрегор, это идея, в которую верит очень много людей, да, то есть, например, религия, да, если возьмем там христианство, это свод правил, которому соответствуют христиане, и они в это верят, и тем самым образуется христианский эгрегор, один из молодых, по сравнению с более древними в плане религии, такое тоже может быть, то есть эгрегоры тоже вам могут, родовые какие-нибудь, да, тоже могут помогать вам в вашем росте, ну и семья, семья, ковины какие-нибудь, да, вот это тоже может, то есть какое-то некое общество, которое верит в то, во что верите и вы, это вот как-то вам, ну как будто бы сообща, понимаете, не один человек, вы только верите, а есть еще некие такие наставники, помощники, да, люди, которые верят в то же, в то, что верите и вы, причем это не только практики, да, например, это может быть NLP, NLP тоже может быть эгрегором, то есть это та идея, которой верят люди, которые занимаются, да, то есть, как правило, это психологи, вот люди, которые увлекаются, вот этим, как это называется-то, умственной вот этой инженерии, да, программирования своего мозга, вот это то, что вот эти вот архетипы помогут вам в росте, вот такой у меня был сегодня расклад для вас, жду ваших комментариев, благодарю за лайки, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, это важно для продвижения канала на ютубе, а я с вами прощаюсь до следующего расклада, вот, и жду вас в выходные на близконсультации, прощаюсь с вами, всем пока-пока!